Дорогие друзья, завершается сделка века по приватизации Роснефти и по выкупу ТНК-БП в собственность Роснефти. Состоит из двух частей. Первая, 19,1% акций Роснефти меняется на 50% компанией ТНК-БП, которая принадлежит БП, бывшей Бритиш Петролиуму. Надо сказать, что это суперэффективная сделка, потому что БП купила свои акции за 6,75 миллиарда долларов, получила с 2003 года 19 миллиардов долларов дивидендов, то есть вот так заработала, а теперь получает еще чуть меньше 1,5% Роснефти, которая теперь становится чуть ли не крупнейшей компанией в мире. БП стала вторым по значимости после государства акционером крупнейшей нефтяной компании Роснефти. Еще немножко денег получила, получила совместные проекты, в общем, замечательно. Российские владельцы, так называемые российские группы Альфа, которые были партнерами по БП, тоже заработали хорошо, они купили в 97-м и 99-м году компанию ТНК нынешнюю за 130 миллионов долларов. Причем в 99-м году, когда продавалась вторая часть за 90, по-моему, миллионов долларов, Госдума тогда еще имела возможность что-то делать, она кричала благиматом, она уже боялась принять закон и заблокировать это решение, но она обращалась к тогдашнему премьеру Путину с просьбой не допустить продажи по бросовым ценам. Нам потом долго объясняли, что 90 миллионов долларов – это замечательная цена, и что дороже 45% ТНК не стоит. Сейчас, насколько я помню, за 28 миллиардов долларов продается эта часть. Хороший бизнес – 130 миллионов заплатить, 28 миллиардов получить. Аналогичная схема была и по Сибнефти. Абрамович ее получил в свое время за 100 миллионов, продал за 13 миллиардов. В обоих случаях возникает вопрос, а сколько из заплаченных государством денег или государственной компанией денег получил номинальный владелец, а сколько получили организаторы сделки. Ну, вряд ли кто-нибудь поверит, что Абрамович получил 13 миллиардов. Люди знающие говорят, что он получил 3 миллиарда или 6 миллиардов. В общем, в каких-то таких диапазонах. Но тоже достаточно для даже самого крутого олигарха. Альфа тоже, я думаю, не все эти деньги получит полностью в качестве своих. Это моя гипотеза. Может быть, неправильная. Но все равно она получит более чем достаточно, чтобы прекрасно себя чувствовать. А поскольку у Роснефти всего-навсего 5 миллиардов своих денег, то в основном она расплатится за счет кредита, который она взяла у иностранцев. Возникает вопрос, что это, кроме распила. Ответ простой. Когда по телевизору показали, как кончал свою жизнь руководитель ливийского государства и в последние 4 года лучший друг Запада, господин Каддафи, очень многих лучших друзей Запада по всему миру, ну, скажем так, их пробрал озноб. Тем более, что я думаю, что они, как люди, обладающие доступом, могли получить значительно более подробную версию, видеоверсию того, как именно убивали Каддафи. Они поняли, что международного права нет, и что если раньше Запад воевал со своими врагами, то теперь он начал уничтожать и своих друзей, просто если это понадобится. Каддафи был другом Запада последние 4 года. Это отдельная тема, но это так. Что делать? Как страховаться? Есть путь один. Нужно, чтобы с вами не сделали, как с Каддафи, нужно, чтобы вы не были Каддафи. А для этого нужно, чтобы ваша страна не была Ливией, чтобы она развивалась, и чтобы она была прочной, чтобы нельзя было уничтожить. Но это значит, что нужно меньше воровать и больше развивать. Нужно вкладывать в развитие. А как быть со всей толпой, жадной толпой стоящей у трона, которая хочет только грабить и ничего больше? Объявлять ей войну? Объявлять ей новую опричину? Говорить, дорогие друзья, мы снижаем норму воровства на 20% пунктов? Потому что нам строятся какие-то дороги для какой-то России? Объяснять это людям, живущим в Рублевско-Куршевельском федеральном округе? И имеющим в ряде случаев иностранное гражданство? Когда вы уже сказали, что это нормально? Сложно, тяжело. Это значит начать новую жизнь. Были прецеденты, когда новую жизнь начинали не только в 60 лет, как Аденауэр, создатель новой Германии, но и в 80, как Черчилль. Но это тяжело. Гораздо проще договориться. Опыт наших руководителей, начиная с Горбачева, показывает, что нельзя договориться с западными правительствами. Вы договариваетесь с президентом, а его переизбирают. И новый президент говорил, а я ничего не знаю. А, там какие-то бумажки подписаны? Ой, мы сейчас их денонсируем. А если вы не хотите скандал, то мы просто не будем обращать на них внимания. Договорились? Мы вам даже денежек немножко насыпем. Поэтому договариваться с правительствами бесполезно, потому что сложилась сила, которая выше правительства. Это глобальный управляющий класс, грубо говоря, если совсем грубо, глобальный бизнес. Вот сделка с Роснефтью, это попытка договориться с глобальным бизнесом. Дорогие друзья СБП, я ваш партнер. Дорогие друзья, замолвите за меня словечко, когда будут назначать следующего каддафь. Я думаю, что процесс на этом не остановится. Думаю, что следующий этап – это интеграция Роснефти к Sex and Mobile. С другой частью глобального бизнеса. Люди, которые так мыслят, они не понимают природы глобального бизнеса. Это не структура, не иерархия. Это даже не социальная сеть, не сетевая организация. Это вообще не организация. Это совокупность вихрей. Отчасти социальных, отчасти финансовых, отчасти политических. Это совокупность вихрей, которые распадаются, перетекают друг в друга. Но чтобы это понимать, нужно что-то о чем-то знать, кроме текущих котировок на рынках. Один человек не может знать все. Один человек не может подменить с собой государство. Поэтому даже когда этот один человек Сталин, он делал грубейшие ошибки. Когда этот человек не Сталин, он делает ошибки тем более. Сделка с Роснефтью и вся эта стратегическая перспектива – это ошибка не потому, что это, с моей точки зрения, грубейшим образом противоречит интересам России. Нет таких слов, с моей точки зрения, на политическом олимпе, по крайней мере, на нашем. Это ошибка потому, что она не позволит защититься от угрозы повторить путь к Аддафе. Потому что она защищает только пока вы находитесь в процессе переговоров. И рядом с вами нет младшего менеджера, который, как в свое время Горбачев и как в свое время Ельцин, готов был сдать все на более льготных условиях, пока у вас нет конкурента. Конкурент появится. Не Навальный, так Сидоров. Не Сидоров, как Иванов, у нас их много. Не Иванов, как Петров, у нас их еще больше. Это не важно. Конкуренты появятся. И в какой-то момент глобальный бизнес скажет, «Вы, Михаил Сергеевич Горбачев, вы хороший человек, мы вас любим. Но вы знаете, у нас есть человек, который готов отдать нам значительно больше и значительно проще, чем вы. Времена меня есть, поэтому вы не умрете своей смертью, как Михаил Сергеевич Горбачев, но вы не волнуйтесь, вы погибнете мучительно и неопрятно, но для торжества мировой демократии». Мы вам сочувствуем. Это будет сказано, но люди, которые выбирают неправильный путь и успешно начинают двигаться по этому пути, они, как правило, не могут понять, что путь неправильный. Поэтому пожелаем удачи нашей тусовке правящей. Она будет развиваться успешно, счастливо, но, к сожалению, не очень долго. А наши недра мы, скорее всего, потеряем, и нам придется их возвращать. Не очень корректным, не очень цивилизованным и не очень опрятным способом. И путь к этому, к моему глубокому сожалению, закладывается и сейчас. Потому что одно дело — забрать месторождение у олигархов. Есть прецеденты, это не очень сложно. А другое дело — забрать месторождение у глобального бизнеса. Вот это уже даже не война. Это хуже войны. Это глобальная конкуренция. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok